Мисс Дюймовочка 2017 Скажи, из-за кого ты пришел поболеть? Я пришел поболеть за красоту. Прям вот все девочки миленькие-миленькие, но есть одна самая миленькая. Здравствуйте, мы пришли поболеть за Бельскую Валерию под номером 7. Вы ее родственники? Да, я ее мама. Хотели бы вы сами поучаствовать в таком конкурсе? Ну, я бы, наверное, побоялась. Да, я бы хотела, чтобы у меня тучка участвовала. А ты сама хочешь? Да, в следующем году буду участвовать. Я бы поучаствовала в таком конкурсе, но пока нет такой возможности из-за учебы. Какими тремя качествами, на твой взгляд, должна обладать победительница конкурса? Красота, доброта и ум. Должна быть красивой, умной и целеустремленной, на мой взгляд. Артистизм, прежде всего, грация. И, конечно же, должен быть хороший номер творческий. Уверенностью в себе, решительностью, ну и, конечно же, творческим талантом. Она должна быть очень, действительно, миленькой такой, няшненькой, маленькой, скромненькой, компактненькой. Ну, вот такая, как дюймовочка, как в мультике, прям, вот один в один почти. Мудрость женская, которая должна быть у каждой дамы. Ну, а я думаю, все девушки достойно себя покажут, и будет сегодня интересное выступление. Тема конкурса «Романтика оживает здесь». И правда, девять представительниц своих факультетов выступали в романтичных образах, а их номера были насквозь пронизаны идеей любви и нежности. Если говорить о конкурсе «Дюймовочка», то тут значительно больше вес, чем в конкурсах мисс обычных, имеет и общее впечатление. И не просто творческий конкурс, как это значит в мисс обычный, но здесь и есть общие творческие конкурсы, где все участницы принимают участие. И уровень того, как отвечает участница. Здесь каждый критерий более в усиленном виде, чем это в обычных конкурсах. Девчонки, мои хорошие, помните, что я люблю каждую из вас, и у вас, у каждого, все получится. Дефиле, творческие номера и, конечно, интеллектуальный конкурс. Участницы прекрасно справились со всеми пунктами. Зрители активно поддерживали своих фавориток, наполняя зал громкими аплодисментами. Почему ты решила участвовать в этом конкурсе? Это очень хороший шанс получить новые эмоции, подружиться с классными людьми, показать, на что ты способен, и вообще окунуться в эту атмосферу, это очень здорово. Я хотела просто попробовать что-то новое, так как я первый курс, и мне захотелось всего и сразу. Я решила поучаствовать в этом конкурсе, чтобы заработать баллы для своего факультета. В этом году проходит Кубок ректора, и за каждое мероприятие даются баллы. Готовиться было достаточно тяжело, репетиции были очень долго, прямо до позднего-позднего вечера. Костюмы нужно было искать, перерыли просто всю общагу, всех знакомых, чтобы найти. Понятное дело, что все хотят победить, и это участие, но на самом деле каждый победитель, тот, кто уже пришел сюда, это все девочки-победительницы уже, хотя бы для себя. Ну, конкуренция есть везде, женщины все змеюки, но все нормально было. Какими качествами должна обладать женщина 21 века? В первую очередь, она должна обладать огромной самоорганизацией, потому что в 21 веке нужно правильно планировать свое время, находить время и для себя, и для друзей, и для семьи, в частности. Она должна быть уверенной в себе, идти в ногу со временем и немножко слабой. Я думаю, она должна быть обаятельной и привлекательной. А как ты понимаешь слово романтика? Романтика — это что-то воздушное, окрыленное, что-то нежное. Романтика — это что-то светлое, что-то легкое, что-то влюбленное, скажем так. Любовь к творчеству, любовь к людям. Конечно же, у нас будет все романтическое. И Франция, Париж. Ты научилась чему-нибудь новому? Конечно, да. Я научилась ходить на каблуках правильно по сцене. Я научилась подавать себя зрителю более как-то грациозно, что ли. Мой козырь — это, наверное, позитив. Моя улыбка, моя открытость. Секрет, мне кажется, — вдохновение. Если ты хочешь этим заниматься, и тебе это нравится, то все получится. Главное самое — не нервничать. Ну, удачи. И чтобы никто не споткнулся. Не нужно волноваться, у нас все готово. Мы все молодцы, у нас все получится. Девчонки, не волнуйтесь, мы самые лучшие. У нас все получится. Как бы ни сложилось, самое главное, что мы встретились, познакомились. Удачи, удачи. И главное — улыбаться, что бы ни было. Удачи, удачи. И вот настал самый волнительный момент оглашения результатов. Второй вице-мисс стала Кристина Вакарь. Первой вице-мисс стала Анастасия Бортник. Победительница первого в истории нашего университета конкурса мисс Дюймовочка Валерия Бельская. Вот и подошел к концу четвертый день арт-осени. Продолжайте смотреть наши влоги. Оставайтесь всегда в курсе событий. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова